Здравствуйте, это Игорь Виттель, продукт с Игорем Виттелем. Телефон в студию 65 10 99 6, код города 495, или пишите нам на нашей странице finam.fm. В студии у меня Григорий Трофимчук, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития, Ахмед Ярлыкапов, старший научный сотрудник Центра этнополитических исследований Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук. Собираемся мы беседовать о громком деле по задержанию последующему, точнее собирались мы беседовать на эту тему, скажем так, о задержании и последующем аресте мэра Амирова, но жизнь, как всегда, жизнь вносит свои коррективы, и у меня есть такое ощущение, что руководство страны такое мэрское настроение, поэтому решили взяться за всех мэров сразу. Надеюсь, и до губернаторов дойдет. Вот появились слухи, вот буквально вчера уже к вечеру, что в отставку может уйти мэр Собянин, и в Москве могут быть назначены прямые выборы мэра уже 8 сентября. Кстати, вот пока шли новости, появилась новость, что мэром Парижа впервые может стать белорусской. В общем, с мэрами по всему миру творится что-то не так. Тем не менее, начнем, наверное, Ахмед, наверное, начнем все-таки с мэра Махачкалы, теперь уже, наверное, бывшего мэра Махачкалы, Саида Амирова. История мутная, история странная, и очень хочется понять все-таки, что же за этим стоит, почему вдруг наши власти рискнули провести такой шаг. И меня, кстати, удивилось сегодняшнее заявление Бастрыкина, который сказал, что под мэра, не под мэра копали, скажем так, вежливо выразился Бастрыкин на антикоррупционном заседании в Ссчетной палате, он сказал, что работа шла по мэру 2 года. Мне очень интересно, учитывая вообще качество работы наших правоохранительных органов, каким образом сливы не происходили в мэру о том, что готовится его задержание все это время. Ну, я думаю, что сливы не происходили, потому что все-таки есть очень серьезное и действительно недоверие у федералов. И вот последняя операция, которая была проведена, она, конечно, показала очень серьезный разрыв между силовиками федеральными и силовиками местными, потому что местные силовики были абсолютно не в курсе. Ну, это может быть и хорошо, и вполне слава богу федеральным силовикам, наверное, но и на федеральном уровне у нас зачастую происходит утечка информации, происходят странные достаточно вещи, тем более и с Следственным комитетом. Мне как-то удивительно, что человек такого уровня и влияния, как Амиров, не знал о том, что... или знал, но решил, что ему как бы это не страшно. Ну, он абсолютно, я думаю, что знал о том, что будут предприниматься усилия такого рода, но он был очень уверен в том, что до такого не дойдет, потому что сигналы ему подавались с самого начала. Вот с самого назначения Абдулла Типова было понятно, что... Я думаю, с самого начала 1998 года... Ну да, ему там тоже подавали сигналы. 15 покушений — это, в общем-то, достаточно серьезные сигналы. Да, но это сигналы с других сторон. А вот с этой стороны, из Москвы... Уверен, кстати, что с других? Ну, 15 раз сигналы из Москвы не могут поступать без результата. Ну, почему из Москвы? От власти, в общем-то, если посмотреть на все... Не буду сейчас никого обвинять, да, но, в общем-то, все разборки друг с другом там происходили на уровне, ну, минимум крупных чинов в Дагестане, а максимум депутатов Госдумы Российской Федерации, да? Игорь, они были бы успешными, эти сигналы. И один из них был бы успешным. В 2006 году племянник Саида Амирова пытался взорвать Гаджи Махачева, да? Который, на тот момент, был депутатом Госдумы. В общем, у него карьера такая странная тоже, как и у Саида Джабаровича. Если мне не изменяет память, он был еще руководителем Дакнефти одно время, да? Да, да. А последнее время руководил не Кислярским, а каким-то из небольших таких достаточно регионов в Дагестане. А сейчас я его вообще найти не смог. Ну, в общем-то, силы с обоих сторон такие серьезные были задействованы. Ну, хорошо, допустим, что не власть. Григорий, я предлагаю все-таки вопрос пошире взять. С чего вдруг власть сейчас принялась зачищать людей, которые не только связанные, я не буду сейчас, будем избегать оценочных осуждений, да? Не будем обвинять господина Амирова, суд покажет, да? Но, тем не менее, одиозных людей типа Амирова, но и людей менее одиозных, да, одиозных, но лояльных власти, абсолютно не способных для власти обеспечить результат на местах. Вот в Москве вдруг речь пошла о Собянине, уж казалось бы, кто там лояльнее. На днях Собянина чуть ли не в президенты будущие все пророчили. Ну, я думаю... А может, его туда и отправляют, кстати? Может, мы... Я думаю, что тема Амиров, она еще до конца не исследована. Тема губернаторов исхожена вдоль и поперек, и, в общем-то, уже мало интересна для общественного мнения, для политического экспертного сообщества. Сейчас эта тема звучит достаточно широко и привлекает к себе внимание, только потому, что ее до поры до времени не трогали. Я думаю, что в течение какого-то периода краткого исторического дело дойдет и до глав муниципальных образований. Да, слава богу, пусть дойдет. Почему сейчас решили? Мне сейчас все равно до кого дойдет. Если они сегодня поснимают всех губернаторов, я только рад буду. Ну, за исключением нескольких, которыми я испытываю теплые чувства. Меня интересует, чего они-то вдруг за это взялись? Ну, я же говорю, потому что тема достаточно интересная, поэтому и взялись, а, собственно, все эксперты начали ее комментировать сразу. Что касается Амирова... Бог с ним, с эксперт, власть, власть. Вот зачем власти сейчас? Еще пока, насколько я понимаю, решение не принято, но похоже, что Собянина действительно отправляют в отставку. Зачем? Нет, что касается Собянина, тут другая ситуация. Совсем здесь кинули камни по кустам и посмотрели, а кто теоретически может появиться в качестве кандидатов. И, собственно, от этого зависят все дальнейшие движения. И кандидаты, я хочу это подчеркнуть, они проявились сразу же практически в первый же день. Другой вопрос... А, то есть это чисто обманка такая была? Может быть, но дальнейшие движения, именно фактические движения, зависят от того, а как пойдет вот эта ситуация в информационном поле. Ну и плюс ко всему, мне кажется, тут необходимо сделать некую пиар-акцию вокруг Собянина. Все-таки сам по себе человек не политик, по большому счету, хозяйственник, достаточно скучное лицо. А вот когда вокруг него вот такие движения различные создаются, кажется, что и он непосредственно входит в эту ситуацию. И начинает играть какими-то новыми красками совершенно. Ну, послушайте, и с хозяйственником-то, знаете, очень много вопросов возникает. Я понимаю, конечно, пиар-акции, да? Но вот там я слышал людей из Тюмени, говорят, да он наш город преобразил. Ну, был я в Тюмени. А те дороги, о которых говорят люди, я не знаю, там вместо дорог направление. И город произвел на меня впечатление чудовищное, да? За время правления Собянина в Москве. Ну, в общем, мы могли, конечно, ненавидеть Юрия Михайловича сколько угодно. Но я думаю, что все москвичи вывод сделали однозначный. При Юрии Михайловича такого не было, да? Да, москвичи могут какой угодно вывод делать. Ситуация развивается сама по себе. Абсолютно не важно, как выглядит Тюмень, абсолютно не важно, как выглядит Москва. Тем более на днях начали брать фактически деньги с людей за парковку несанкционированную автомобилей. То есть масса вещей, которые не решили. И правильно делают, а что? Пробки и так далее. Все это не решено. А самый простой путь, по которому пошли, и он как раз не на руку, не на имидж положительной Собянина работает, это поднятие цен или введение, скажем, цен за парковку. Ну, то же самое делал Гайдар, когда у нас появились продукты, в кавычках появились в начале Новой России, а колбаса стоила там, допустим, сырая 3 рубля, а стала 30 рублей стоить, и все это появилось в магазинах мгновенно. То же самое и здесь. То есть ситуация не решается, а за счет резкого поднятия цен каким-то образом предъявляют эту ситуацию населению. Поэтому все это работает, в принципе, против Собянина. Собянина, ну и может быть... Я чувствую сейчас, Егор Тимурович, в гробу-то вертится, вертится. Он будет долго вертеться еще. Я понимаю, но... Пока Россия будет существовать. Я думаю, что мы, конечно, все можем предъявить, Егор Тимурович, какие-то страшные обвинения, там, и уж Иларионов-то его сколько не пинал, но даже Иларионов в голову с Собянином не пришло его сравнить. Вы знаете, как-то я бы от такого сам в гробу начал вертеться, если бы там... Вот видите, какая тема безбрежная, с мэрами только с одними, уже, в общем-то, она отвлекает. Хорошо, но тем не менее, Ахмед, объясните мне, пожалуйста, неразумному, все-таки Амиров, это был человек, который цементировал власть в Дагестане. Вот зачем сейчас убирать эту подпорку? Они же надеются, что они ее удержат? Ну, я думаю, что здесь надо действительно шире посмотреть. Я думаю, что это попытка переформатировать власть на каких-то новых основаниях в России. Эти основания, мне кажутся, например, такими, чтобы подстегнуть еще сильнее стремление к лояльности. Поскольку вот эта показательная порка, да, человека, который действительно многое сделал для системы и для власти, и 99-й год, вспомним, да, и... Ну, вот сейчас после выпуска, я хочу сказать, после выборов, после выпуска новостей вернемся в студию, поговорим. Ну что, возвращаемся в студию, напоминаю, это «Парадокс» с Игорем Виттерем, студию у меня Григорий Трофимчук и Ахмед Ирлыкапов. Обсуждаем новые веяния власти по смене и аресту некоторых мэров, губернаторов, я надеюсь, руководителей муниципальных образований, как прогнозирует господин Трофимчук, моделирует стратегию для государства. А мы сейчас с Ахмедом заканчиваем беседовать по поводу Амирова. Ахмед, я понимаю, что власть пытается перетасовать колоду и посмотреть, а как оно будет, если не будет. Вопрос, который я продолжаю тупо задавать, биться, простите, рогами в стену. Сможет власть удержать, убрав Амирова, мир в Дагестане, или, ну, и то, что называется миром, условный мир в Дагестане? Да, я думаю, что сможет, поскольку те деятели, которые могли бы расшатать ситуацию, они, на самом деле, очень серьезно, я думаю, задумались после показательной операции. А кто, можно как бы поименно или хотя бы там по принадлежности? Это кто? Коррупционные кланы во власти. Хоть Руслан Курбанов на днях мне сделал выучку, что я говорю радикальный исламист, да и вы, Ахмед, не любите, когда я начинаю на ислам как-то наезжать так или иначе. Но, тем не менее, радикальные исламские группировки, сфалафиты, вахабиты, называйте как угодно. А кто-то еще, допустим, сепаратисты дагестанские? Кстати, существуют, да? Ну, в Дагестане, на самом деле, вот таких серьезных сепаратистов нет. То есть, к сепаратистам можно отнести тех, кого вы называете исламистами. Но исламисты все-таки воюют, я думаю, за власть на всем Северном Кавказе, а не конкретно за отделение Дагестана. Во-первых. Во-вторых, исламисты прекрасно понимают, что у них силы не те сейчас для того, чтобы выступать и расшатывать ситуацию. Совершенно не те. Большую опасность представляют, конечно же, вот эти самые, так называемые, кланы во власти. Вот сейчас с этим кланом разбираются. А это какой клан? Даргинский, как угодно называть. Назвать его можно Даргинским. Ливашинский, как угодно. Либо это люди близкие к Магомеду Али Магомедову, к Магомеду Саламу Магомедову. Ну, я имею в виду по происхождению. Да. Сейчас с этим разбираются. Будут разбираться, я думаю, и с другими. Дело в том, что сейчас это уже следующий этап того, что уже прошло по Центральной России, если вы знаете, Татарстан зачистили. То есть более-менее самостоятельных политиков убрали там. И теперь... Одну секундочку. Одну секундочку. Давайте уже я тут вмешаюсь. И Григорий, я думаю, будет на моей стороне. В Татарстане убрали, конечно, фигуру более чем знаком. И в Башкирии, кстати. И в Башкирии. Но ни в Татарстане, ни в Башкирии никогда не было все-таки той ситуации, которая есть сейчас в Дагестане. Да? Я думаю, что, к большому сожалению, в Татарстане все эксцессы еще впереди. И то, что мы видели, вот подрывы каких-то духовных лидеров, это еще только легкие такие толчки, которые ощущаются. У нас, в общем-то, непонятная ситуация в этом плане происходит. В идеологическом, прежде всего. То есть у нас есть правильный ислам, неправильный ислам. То есть если кого-то взорвали... Я сейчас не вмешиваюсь в этот спор, потому что меня отпинает Ахмед, но у нас уже очень многолетний спор на тему правильного и неправильного ислама. Хорошо, оставим эту тему. Что касается Татарии, Башкирии, Волжскую Вену, вот эту всю с севера на юг, по большому счету, экстремисты еще не трогали. Поэтому лучше не упоминать эти эксцессы в привязке к Приволжскому региону, а посмотреть на то, что происходит действительно с мэром, может быть, бывшим, может быть, пока еще действующим Амировым, потому что, в принципе, этот индикатор может сказать нам о многом. Власть федеральная поступила очень правильно, тактически. То есть она взяла, как мне кажется, главную фигуру, и сейчас надо посмотреть, а присядут ли все остальные, прижмутся ли к земле. Да, совершенно верно. Пока они еще не прижимаются, и мы это видим, они фактически открыто выступили. Это, в общем-то, тесты не только для федеральной власти, а прежде всего для Рамазана Абдуллатипова. Вы говорили о сигналах, Игорь, как раз главным сигналом, я здесь согласен, именно назначение Абдуллатипова являлось, ясно будет, было изначально, что ситуация будет меняться, вот именно в кадровой составляющей. Поэтому сейчас мы можем ждать любых эксцессов. Раз люди не присели, вот я уж такой термин применю, пытаются качать свои права. То есть тут можно ожидать всего и покушений на главу Дагестана и дестабилизации ситуации непосредственно в Дагестане. Поэтому сейчас, вот пока он до 1 августа задержан, мы посмотрим, а как будет развиваться ситуация именно вот внутри Дагестана. А если ситуация будет развиваться по наихудшему сценарию, как говорят англичане, wars comes to wars, да? Если по наихудшему из наихудших, что власть будет делать? Силу держать у власти нету? На военный вариант никто не пойдет. Замерять опять, как в Чечне, чтобы как бы, ребят, все, все, давайте успокоимся, вот вам бабло и сидите себе там тихо. Давайте все, строите себе самые высокие небоскребы, строите себе самые большие мечети, только нас не трогайте, только сидите тихо. Только вопрос, с кем будут тогда в Дагестане договариваться? Там в Чечне оказался Рамзан Ахматович. А в Дагестане теперь с кем будут договариваться? Амиров и был той фигурой, с которой можно было договариваться. Ну смешно же думать, что Абдулатипов сможет это все удержать. В Дагестане пока подвешенная ситуация. Я вообще сторонник совершенно других тестов. Почему обязательно на руководство какой-то Северо-Кавказской республики назначается представитель той или иной национальности, которая там проживает? Там русские люди тоже проживают. Поэтому если бы русского человека назначили, ну просто русского по происхождению, по биологии своей в какой-то республике, вот это был бы очень серьезный тест. И может быть тогда бы там был восстановлен порядок. И кстати, что касается клановой борьбы, может быть как раз все кланы, вот консенсус бы получили на назначение подобного рода руководителя. У меня сейчас перед глазами просто проплыли премьер-министры Чечни. Абрамов, Кошман, Бабич. Это такая веселая компашка. Бабич, между прочим, сейчас, если кто не помнит, полпред президента как раз в Приволжском области. Это раньше был Бабич. Сейчас Бабича нет нигде. Ситуация ушла далеко. Я говорю именно о том, что вот предстоит. Если будет продолжаться вот то, что продолжается, кадровая политика, то ситуация будет ухудшаться. Я думаю, что в Дагестане каких-то особых эксцессов не будет. То есть ситуация с обрыва не упадет. Она будет медленно, тихо ухудшаться, гнить. И вот это, мне кажется, самый плохой вариант. Вы знаете, у меня такое ощущение, что в Москве тогда, исходя из вашей логики, придется евреям мэром делать. Нет, я говорю именно о северном. Но у нас же грузины были, и украинцы, и кого только не было. В качестве мэра? Даже грек был у нас в качестве мэра. Это мы помним. Мы-то как раз лояльны в этом плане. Дело не в лояльности. Дело в том, что хорошо. Вот теперь на Москву хочется посмотреть. Ахмед, я все-таки вас привлеку к этой беседе про Москву как москвича. Ну, мне нравится теория Григория о том, что сейчас мы вам покажем, что, может, мы Собянина уберем. Сейчас они из кустов-то как прыг, а мы тут и накроем всех. А если вдруг действительно пойдут на прямые, нефальсифицированные выборы, там компашка собирается. Ну, просто вот, мама, не горюй. Я, правда, не успел сегодня утром, поскольку бегал по всяким редакционным делам, не посмотрел. Но, по-моему, там уже высунулся... Митрохин, Порок, естественно. Митрохин, Прохоров, Навальный, естественно. Вот. А вот они поступили неправильно, на мой взгляд. Они должны были подождать. Как только эта новость прозвучала, все молчат. Вот была бы интересная непонятная ситуация. Я сразу, я начинаю активную агитацию за паука. Это святой человек, он обещает визу везти в Москву. Он обещает отсюда гастарбайтеров убрать. Это святой человек, он нам нужен. Давайте в шоу-бизнесе еще кого-то найдем. Я вообще считаю, что все ситуации нужно доводить до абсурда. То есть, для того, чтобы ситуация стала уже окончательно понятой, ее надо довести до абсурда. Я всегда говорил, что президентом России должен быть Каспаров. Ну, мы посмотрели бы быстренько, минут на 15 хотя бы. Хорошо бы Депардье пригласить. Депардье вот можно пригласить. Дайте доводить ситуацию до абсурда. И премьер-министром Новодворскую, наоборот. Весело будет заводно, но только недолго, так на пару дней, чтобы мы просто посмотрели, что бывает с властью, когда она попадает в руки оппозиции. Не то, чтобы я власть-то любил, вы же знаете, Григорий, я нынешнюю власть, мягко говоря, не люблю. Но с оппозиции у меня еще более веселые отношения. Итак, допустим, что все-таки Собянина кирдык. Ахмед, развитие событий сейчас. Вот сейчас, прямо говорят, обещали в течение недели определиться, да? Значит, до конца следующей недели, нам говорят, Собянина нету, прямые выборы в Москве. Что будет? Ну, я, во-первых, не верю в такое развитие событий, учитывая то, что компания действительно совершенно не выгодная для власти сейчас. Можно ожидать всего чего угодно. Может, и Юрий Михайлович Лужков опять появится. А, так, кстати, Лужкова называли, да? Да, да. Вы знаете, там, кстати, интересно было, прошу прощения, перебью. То есть я краем глаза, там, пробегая мимо телевизора, видел, там, на родном телеканале даже мелькала такая табличка. По-моему, за Собянина готового проголосовать, не знаю, чем был опрос, 54%. За Лужкова, по-моему, там, типа 25%. А дальше все с большим отрывом, там, за Прохорова 11, что-то так. Ну, и где-то там внизу Митрохин, тогда еще, видимо, Навальный не появился. Я думаю, что это действительно какая-то часть пиар-компании, скорее всего. По освежению имиджа Собянина. Навряд ли. По движению его наверх. Конечно. Просто сейчас не та ситуация, чтобы его отправлять в отставку и устраивать в Москве, простите, бучу. А в целом он укрепляется, конечно. В целом подкладывает фундамент серьезный под Собянина. То есть на самом деле это может быть старт Собянина наверх? Во всяком случае, укрепление на той должности, на которой он работает. Скорее укрепление, нежели старт. А вот тогда у меня возникает такой вопрос. Раз уж вы затронули Юрия Михайловича Лужкова, ну, Юрия Михайловича, слава богу, не арестовывали. Но тогда же все. Какой удар нанесем? По имиджу власти. Да власть сама себя выпала. Да что они раньше не знали. Помните, что он стоял, да? У кого торжествующий, у кого со слезами на глазах, но стоял. Вот сейчас с Самировым, по-моему, та же самая ситуация. И я в том же хоре говорю, ну, как же они ничего не понимают? Сами себя выпали лицо практически единой России. Вот это интересный очень параллель. То есть если с Самировым ничего не будет происходить, достаточно долгий срок, то вот именно в этой составляющей, в этом аспекте ситуация в целом в Дагестане может ухудшиться, потому что местные сторонники Амирова сумеют создать необходимое общественное мнение внутри Дагестана и сформировать его. Ну, а что с ним может происходить? Понимаете, есть очень плохой вариант, который, знаете, я, конечно, цинично сравниваю Амирова с Магнитским, как это сделал его адвокат. Но действительно человек там без обеих ног, инвалид первой группы, сахарный диабет тяжелейший. Вроде он там даже что-то про гепатит сказал, хотя это могли там журналисты напутать. Но и этого достаточно, да, в наших условиях может вполне быстро сделать кирдык. И тогда человек вообще станет знаменем революции в Дагестане. Да, тут нужны очень веские доказательства, причем не на юридическом каком-то уровне, а для того, чтобы люди поверили в то, что он действительно виноват и в Дагестане, и в целом в России. А иначе он, я говорю, может превратиться в некий аналог Лужкова, который чем дольше где-то сидит в стороне, тем больше начинает нравиться. На фоне тех руководителей, которые работают в данный момент. На фоне Собянина уже начнешь молиться. Собянин Абдулатипов в данном случае. Да. Ну, об этом сейчас буквально через минуту после выпуска новостей. Ну что, возвращаемся в студию, напоминаю, это парадокс с Игорем Виттерем, беседуем о судьбах России, Дагестана. Хотя, да, Дагестан все-таки часть России, так что не надо, наверное, разделять в данном предложении. У меня, кстати, вот, Ахмед, сразу возник вопрос. Мы тут параллели между Лужковым и Амировым проводили, да? Вот какой вопрос-то возникает. А какова вообще сейчас позиция России по Северному Кавказу и, в частности, не только по Северному Кавказу, который, там, Дагестан, да, а наша часть, Тавропольский край, например, да? Потому что тут очень полезно вспомнить еще судьбу Валерия Венемича Гаевского, его любимого губернатора, которого убрали, обвинив во всех грехах. Я, кстати, не знаю сейчас он на какой должности, тоже как-то его не вниз, по-моему, но так слегка в сторону, как господина Магомедова подвинули. А вместо него вынули из пыльного мешка какую-то уже фигуру, ну, совсем никакую, да? Ну, вот совсем никакую, из бывших профсоюзников, по-моему, такой. Вот реально как из пыльного мешка. И посадили на его место, и теперь вообще о нем, по-моему, никто не слышит. Что там в Ставрополе происходит? Тихо там, спокойно, чего? Ну, сейчас перед Олимпиадой, как мне кажется, именно такие фигуры и востребованы. Совершенно верно. То есть, пыльный мешка, так серый в достаточной степени, а другого варианта здесь нет. Позиция федерального центра, она диктуется 2014 годом, приближающейся Олимпиадой. И необходимо это поле сделать таким серым, неприметным, тихим и спокойным. И, соответственно, вот... Нормально у них себе серое поле в Чечне. В Чечне там, по-моему, вполне себе яркое поле. Ну, в Чечне другая ситуация совершенно. В Чечне там стратегически была, конечно, ошибка допущена. То есть, тактически все было верно сделано, но стратегически была допущена ошибка. И теперь... Ставка на одного человека, и, соответственно, теперь все в республике замкнуто на Рамзане Ахматовиче. И, соответственно, не дай бог, кто-нибудь его куда-нибудь подвинет. И даже вне республики, наверное, в какой-то степени. Да, и даже вне республики. Тут уже тоже ходили речи о том, что Рамзан Ахматович... То есть, это региональное влияние, по большому счету, прослеживается. А с нами на связи по телефону Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета. Кирилл, добрый день. Добрый день, Игорь. Как ты оцениваешь вот это вот движение по снятию Амирова? Как действительно реальный шаг в борьбе с коррупцией? Какие-то пиар-выступления? Что это? Ну, дело в том, что понятно. Фигура Абулатипова, она... Некая попытка введения этой фигуры, да? Изменить ситуацию, которая уже близко к взрывной в Дагестане. Надо понимать, что в Дагестане происходят процессы, прежде всего, если берем глобальные процессы. Это переселение в города, в огромной части жителей горных районов. Они уезжают из городов, пытаются переселить в Центральную Россию, в Ставрополье, в Назадар. Значит, а эти люди настроены достаточно агрессивно, по сути, своей. До сих пор не решена проблема с фалафитами. Хотя, большому счету, я думаю, что это искусственно созданная проблема. Идет накачка, и появился новый тип, так называемых, активных оппозиционеров или бандитов. У них уже другая мотивация, не то, что даже была в Чечне. Попозиция, связанная с отстроением Амирова и клана Амирова. Потому что Амиров, это же некое акционерное общество. Ключая Государственная Дума, племянник и расставленные везде люди. Два племянника в Государственной Думе. Да, два племянника в Государственной Думе. Извините, пожалуйста. Значит, это устранение целой группировки. Устранение целой группировки для того, чтобы она не могла помешать Владимир Владимировичу решить те вопросы, которые поставили в федеральном центре. Вопросы по стабилизации. Потому что эта группа могла в своих интересах дестабилизировать обстановку. К тому же мы прекрасно понимаем, что некие процессы, связанные с лесными, так называемыми, они финансируются в том числе и несколькими элитами. Для того, чтобы фонд... Поддерживать фонд дестабилизации. Да, да. А фонд дестабилизации, это деньги. Опять же, это деньги. Кирилл, а это такой вот вопрос. И контрольные все деньги. Такой вот вопрос. Кто следующий в этой череде? Где еще власть попытается решить так радикально проблему уже с невозможной коррупцией, скажем так? Коррупцией, которая пришла... Ну, Кабардино-Балкария у нас, там тоже есть все в порядке. Да, Кабардино-Балкария. Тем более, если мы говорим 2014 год, то вроде бы сейчас все тихо. О информационном поле, Кабардино-Балкарии. Но там тоже есть все разные проблемы. А кто именно в Кабардино-Балкарии? Попытка, кстати, на Кабардино-Балкарию была, заходы, да. Но вроде бы там такие договоренности с местными элитами достигнуты в рамках уголовных дел, которые были. Но я думаю, что это еще не конец. А в Кабардино-Балкарии на чем уровне? Арсен Коноков кто? Ну, там же уже был заход на убийстве людей. Потому что помним, не сильный заход, связанный с главой администрацией. То есть там уже цепочка выстроена. Я все-таки имею в виду более одиозных людей. Кто может быть из... Ну, конечно, все-таки надо понимать, что если мы с тобой посмотрим историю Конокова, она очень интересная, называя синтеги и заканчивая определенными связами с отузлами джематами, Ермук и того подобного. А из европейских, скажем так, из европейской части России, из-за Уралом, кто может из губернаторов? Я думаю, что закончится история с Челябинском. Но она уже как бы заканчивается. Но мы сейчас видели некий новый функциональный заход на Совет Федерации, на сенаторов. Недавний совсем. Это все будет Челябинская история. А дальше пока нельзя теребить элите. Помнишь, как вы говорили? Не теребите мулю, проиграем процесс. Да. Не теребуйте руками. Да, да, да. Здесь тоже нельзя перебивать палку. Здесь воевать на все фронты, это очень опасно. А скажи, пожалуйста, тебе как кажется, вот этот процесс, который власть начала, сможет ли власть удержать этот процесс в своих руках, контролируемым? Или это перейдет в неконтролируемую народную борьбу? Дело в том, что позиция президента, она стала очень жесткой. Потому что коррупция, прежде всего, носит ущерб истики президентской власти. Уже не выполняется его по программе. Мы это видим на конкретных примерах, когда в регионах, даже как Красноярск, например, вроде бы совершенно стабильный регион, полубандиты отметают государственную собственность, ну просто приезжают и отметают ее. А власть здесь. Потому что здесь внутри такие клановые связи. И вот во всей этой истории президенту понять, что заводит порядок. Вот хватит ли сил, сумеют ли вот эти федеральные органы выстроить некие отношения. Ведь что такое? Президенту не поймется забираться с каждым губернатором. Есть отношения федеральных органов. Если они сразились с местной историей, надо их менять. Надо менять каких-то конкретных людей, которые не будут сразу окунаться в бизнес-пространстве. Это сложный процесс, потому что я считаю, что проблема запущена. Очень серьезно болезнь прогрессирует и уже развивается публическая прогрессия. Спасибо большое, Кирилл. Шанс есть. Спасибо большое. Напомню, представитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов был с нами. Комментируйте, Григорий. Очень важный момент был затронут Кириллом. В рамках существующей либерально-демократической, по большому счету, действующей в России системы координат, проблему не на Северном Кавказе, не в целом в России, с российскими регионами, с поволжскими регионами, решить будет невозможно. К большому сожалению, тут существует такое противоречие. Вот, скажем, Европа, Запад воспринимают Путина, и открыто об этом говорят, как авторитарного лидера. На самом деле он демократ, и мы это понимаем. Вот если бы было наоборот, если бы они его воспринимали как демократа, а на самом деле он был жестким авторитарным лидером, и мы бы это понимали, вот тогда ситуация вошла бы в нужный режим. Кстати, хотел бы также обратить внимание на вашу далеко не случайную оговорку, когда вы сказали, а Дагестан, как бы вспомнив, ведь он входит в Российскую Федерацию, именно с того момента, когда был выделен в особый регион Северо-Кавказский федеральный округ, вот эти проблемы начали раскручиваться в более радикальном режиме. Не надо было выделять, на мой взгляд, вот этот регион в отдельный округ. Это какая-то мистическая сила начала работать, и вот сейчас мы наблюдаем действия этих сил. Вопрос к Ахмету. Ахмет, во-первых, хотелось бы повторить вопрос, кто там дальше на Северном Кавказе. Как вообще? Потому что я вот тут на днях проводил вопросы дни своих. У нас вообще как бы вот Чечню знают все, Дагестан лежит на поверхности, тем более там вот в Мирееву после братьев Царнаевых как-то узнали лучше, тоже очень мутная история. Про Кабардино-Балкарию, хотя, в общем, там ситуация едва ли не хуже, чем в Дагестане. Люди практически ничего не знают. Карачаево-Черкесия, это вообще где-то. Ну и там где-то Ингушетия то всплывает, то уплывает. Что происходит, на самом деле, в Северном Кавказе? И очень важный вопрос, который затронул Григорий. Не от одного умного человека, в том числе от Григория, я слышал, сам неоднократно бывая в Приволжском округе, о том, что вот эта проблема сейчас, она очень и очень грозит прорваться. Проблемы, я имею в виду, с салафитами, с ваххабитами. И в том числе, меня вот поразил факт, что в Сирии воюют татарские наемники даже, да? Что на самом деле происходит? Ну, в Сирии воюют не только татарские наемники, в Сирии воюют практически со всех регионов России салафиты. И это ни для кого не секрет. Там в Сирии даже есть целые населенные пункты, где власть держит, собственно говоря, наши северокавказские салафиты. Что происходит с салафитами? Мне кажется, что на самом деле, с одной стороны, салафиты очень прекрасно понимают, что сейчас у них на самом деле в России силы не те, и они не могут серьезно дестабилизировать ситуацию. И на самом деле они просто-напросто пытаются нащупать следующие пути для своего развития. Я здесь даже больше имею в виду, наверное, более радикальных, так называемых лесных, нежели менее радикальных собратьев. И здесь как раз-таки прощупываются в том числе и пути, за которые, допустим, те же самые лесные очень сильно критиковали суфьев. В том числе и пути сращивания с ребятами во власти, которые имеют очень серьезное влияние. Отсюда как раз-таки всплыли вот эти вот утечки в прессу относительно того, что у Саида Джапаровича очень серьезные были связи с лесными. И об этом же не раз проговорили ведь. То есть, ну и у тех, и у других есть интерес, и эти интересы где-то на каком-то уровне, в общем-то, совпадают. Я думаю, что в том числе и этот процесс стал той каплей, которая переполнила чашу, и несмотря на все заслуги и так далее, вот такого рода людей будут зачищать, в том числе в Дагестане. Что касается татарей, там нас ждут гораздо более серьезные процессы в обозримом будущем. Возникает вообще в отношении татарей и башкирии вот такой вопрос, который подвешен в воздухе. А вот если бы татарь и башкирии лежали на краю Российской Федерации, а что было бы с ними в 1991 году? Все прекрасно понимают достаточно одного взгляда на карту, что если вдруг вот эти процессы начнутся именно вот посередине России практически, посередине Волги, то там последствия могут быть гораздо более серьезными. И как раз тот факт, что сейчас некие татарские боевики этнические появляются где-то в горячих точках, говорит о том, что ситуация развивается примерно по тому сценарию, как она в Чечне развивалась в свое время. Сначала где-то боевички какие-то появляются, а потом все раскручивается в политической плоскости. И вот этот признак, он очень сильно настораживает. Я бы, кстати, здесь, ну, конечно, я могу только рекомендовать, как эксперт, а на месте власти действовал строго по Конституции. Если мы не отделим любую, пусть даже традиционную религию от государства, тогда нас ждут беды. После выпуска новостей. Ну все, возвращаемся в студию, беседуем. Вообще разговор у нас уже ушел в сторону. Называлась наша передача сначала «Дагестанский синдром». Ну, как бы, видимо, дагестанский синдром, он на всю Россию распространился. В студию у меня Григорий Трофимчук и Ахмед Ерлыкапов. Телефон в студии 6510-99-6, код города 495. Григорий, я все-таки бы на тему Приволжского федерального округа хотел бы немножко поспорить. Не то, чтобы был с вами не согласен. Ну вот я там бываю в Махачкале. Я знаю, как Махачкала изменилась и изменилась в худшую сторону. Это был огромный, многонациональный, открытый всем ветрам, течением город, в котором жила-бурлила культурная жизнь. И сейчас вот, кстати, мои знакомые сделали потрясающий проект, город которого нет, о Махачкале. И это действительно вот какие-то вещи, которые из Махачкалы исчезают. Я очень люблю Дагестан и людей, проживающих там, Ахмед не даст соврать. Отношусь с ним абсолютно по-братски. Но когда я вижу то, что произошло с городом, и нигде в мире, объехав почти весь мир, не видел такого количества мусора, просто валяющегося по обочинам, недостроенного, брошенного жилья и так далее. Город производит... Когда я приезжаю в Казань, я вижу картину прямо противоположную. У меня ощущение, что я не в России. Я только периодически... Когда мы в Грозный приезжаем, то же самое ощущение абсолютно. И это не говорит, видимо, о том, что это хорошо. То есть это какой-то другой формат развития. Извините, пожалуйста, когда мы говорим в Грозный, там и ситуация одна. Обеседуешь с Рамзаном Ахматовичем и с людьми близкими к нему одна. Вышел на улицу, ситуация уже другая. И ты видишь страх в глазах людей. У кого страх, у кого другие эмоции. Это другой вопрос. А вот в Казани я не чувствую, что это нормальный, полноценный город, живущий скорее европейской жизнью, модернизированный, замечательный. Это государство по конституции. То есть это государство в составе государства. И вот это главный вопрос. Когда мы глядим на город, если он действительно развивается, возникает вопрос. А до какого предела пойдет это развитие? Вот у нас, кстати, я бы хотел напомнить, на Красной площади храм Василия Блаженного, он именно в честь взятия Казани построен. А представьте, если бы было несколько храмов на Красной площади, просто по периметру вокруг Кремля, по окружности, в честь взятия Грозного, в честь взятия Валдика Кавказа и так далее. Я просто гипертрофирую ситуацию. То есть вот тогда бы уже давно поставлены были все вопросы. Сейчас нам предлагают или убрать все кресты с гербов Российской Федерации, там еще откуда-то. Эта ситуация лежит пока еще под лавкой, под столом, но скоро она будет вынута на поверхность и будет вынута именно тогда, когда вот эти государства в государстве перейдут вот эту грань невидимую из своего культурного развития в непосредственное политическое развитие. Мы эту грань упустили в Советском Союзе, Советский Союз был разрушен именно за счет этого. Давайте уточним, и вопрос зададим сначала вам, потом Ахмед. Вы боитесь, опасаетесь, вот когда вы так говорите, условного сепаратизма, татарского, башкирского, неважно, либо того, что это будет не сепаратизм, а некий опять-таки джемаат такой приволжский, то есть как бы люди, салафиты, ваххабиты, называйте их как угодно, радикальные исламисты, если и не возьмут там власть, ну серьезно дестабилизируют ситуацию. Какой из этих сценариев у вас? Я опасаюсь того варианта, когда будут развиваться, причем безудержно развиваться, вот вы дали очень яркую иллюстрацию с заглядыванием в глаза, только какие-то отдельные выделенные города, и мы их сейчас, многие из них назвали, а все остальные в мусоре находятся, города. Не-не-не-не, в Татарстане как раз, я про Казань сказал, потому что я там бываю, да, Алабуга та же, да, она тоже находится там, действительно, много где в Татарстане, в Дагестане ситуация противоположная. Понимаете, когда я из Казани приезжаю в Москву, а даже вот ты же не из Казани, например, из Казахстана я приезжаю, да, который, к сожалению, не часть уже. Я тоже смотрю, почему за все эти годы в Москве дороги хотя бы будут сделать? Вот, нас успокоила бы та ситуация, когда не только в Казани, в Грозном, мы видели вот эти небоскребы, какую-то новую необычную страну, когда то же самое бы в Новосибирске, в Томске, Омске, во Владивостоке мы видели. Вот тогда бы мы могли сказать, да, новая Россия, в общем-то, доказала, что она имеет право на существование. И, кстати, что касается Дагестана, вот я завершу свою мысль по поводу Северо-Кавказского федерального округа. Огромная ошибка в том, что именно все Северо-Кавказские республики выделили в этот отдельный субъект. Почему было бы Дагестан не оставить в Южном федеральном округе? Например, один Дагестан. Тогда, может, ситуация развивалась по-другому. Ахмед Аминович. Ну, я считаю, что все-таки относительно Татарстана и Башкортостана у меня более, скажем так, радованный и оптимистический взгляд. Да, я тоже бываю... Вот я, кстати, их бы не объединял. Опять-таки, прошу прощения, я перебью. Согласен. Они и сами не желают объединяться. Нет, не объединяй, потому что, когда Казань — это цветущий город, ну, Уфа, ну, такой середнячок. Тогда это можно встретить там посреди России, такой достаточно провинциальный, ничем не выделяющийся город. Согласен. А Казань — цветущий, интересный город. И Татарстан, кстати, мог бы стать очень серьезным примером для всех остальных российских и регионов, и народов. Вот если уж где-то строить, да, начинать строить российскую политическую нацию, да, о которой все мечтают, как о скрепе российского государства, то, наверное, самым лучшим примером мог бы быть Татарстан в этом плане. То, что касается Дагестана, то, к сожалению, мы там видим очень серьезный дрейф в сторону Ближнего Востока, причем по многим параметрам, не только культурно-цивилизационным. Я вот не устаю повторять о том, что в Дагестане мы наблюдаем израализацию общества, я поясню, это разделение общества на ультрасветскую и ультра-ортодоксальную части, которые очень серьезно конфликтуют друг с другом. И это тоже одна из серьезных проблем, с которыми, наверное, придется иметь дело. Потому что ультра-ортодоксы уже давно пытаются в республике ситуацию направлять в нужном для них направлении. Надо сказать, что ультра-ортодоксы в Израиле все-таки не играют такую роль. Они слабее, да. Они не платят налогов, они не служат в армии, они сидят себе там периодически возбухают, извините за выражение, но такого влияния на общество и попыток прийти к власти у них нет. Ну, не признают они существование государства Израиля. Ситуация в Дагестане, как в любой, уж простите меня, Ахмед, стране, все-таки связанной с исламом, она гораздо серьезнее. Потому что на фоне чудовищной... В Израиле, конечно, тоже не радужная ситуация с экономикой, ну, что-то не будем сравнивать, да. На фоне чудовищной безработицы и краха экономики, ну, failed state практически, то, что называется, да, молодежи свято место и несвято место, оно пусто не бывает. Молодежи остается только идти туда. Ну, кстати, мы уже совершенно свободно, тоже не заметили абсолютно, когда эту грань переползли, в новейшей истории России, называем Дагестан мусульманской республикой, по-волжски мусульманские республики. Откуда это все взялось? Там разные люди совершенно живут. Но, тем не менее, как бы давайте смотреть по религии, которую исповедует подавляющее большинство населения. А вот мы не должны в эту сторону смотреть. Культура, да, гуманитарное развитие, образование, да. Но у нас, к сожалению, когда человек надевает или шапочку какого-то особого образца, или платочек девушка одевает, то территория начинает куда-то уходить в непонятную сторону. Вот хотелось бы эту грань понять и прочувствовать. И не повторять судьбу Советского Союза. А когда девушка надевает платочек православного образца, скажешь, ну, вы уж извините меня за... Это тоже не очень хорошо. Пожалуйста, она посещает воскресную школу, пусть там одевает все, что угодно. Все, что требует устав данной конкретной школы. Если ей жарко, ну, пожалуйста, можно... Кстати, раньше, вот, допустим, есть известные фотографии Максима Горького. Он ходил в тюбетейках. Это модно было тогда. Вот когда тюбетейку одевает просто любой человек, это совершенно другой формат. Но вы не поверите, я хожу по улице в тюбетейке абсолютно непредвиженном соображении. Ну, разные шапки. Я просто кепочки не люблю. Я хожу по улице именно что в тюбетейке или чуть когда холоднее, то в сванке грузинской. Вот это хороший вариант. Он и силу хорошо греет. Вот если бы мы придерживались вот этого формата, тогда бы ситуация никуда не уползла. Но мы почему-то видим, что конкретные головные уборы, вот, допустим, Киргизию, ну, это совершенно другая тема, но мы видим, как только всплеск какого-то радикализма, сразу появляются люди в высоких белых войлочных шапках. Такое у меня еще нету, хотя в Киргизии было. А на самом деле, вот знаете, проблема-то в том, что мне в последнее время хочется не сванку надеть, не ермолку, не тюбетейку, а бескозырку с надписью «Аврора», потому что мои религиозные чувства не так сильны, а вот чувство того, что с государством что-то не так, оно уже заставляет либо буденовку, либо бескозырку. Я когда разговаривал с дагестанскими ребятами, у нас даже такой проект возник, вот я думаю, он будет реализован, значит, возникла такая тема, такой вопрос, проблема, почему лесгинку начинают танцевать, ну, просто на улицах, не в домах культуры, а прямо на улицах Нижнего Новгорода, там, и других российских городов. И я им сказал, а что, это вызов какой-то? Они говорят, да нет, это просто танец. Я говорю, понимаю, это танец одного из народов Российской Федерации, но когда танец начинает носить какую-то политическую окраску, тогда все в другую плоскость вытекает. И, кстати, вот по поводу морячков, я им задал вопрос, а как, говорю, вы думаете, почему вот танец «Яблочко» матроски, вот эти братишки кронштадтские танцевали в то время, а как только 17-й год прошел, резко танцевать прекратили? И они задумались, и им стало интересно. Я говорю, так давайте соберем круглый стул и вот эту проблему обсудим, безо всякого радикализма. Проблема лесгинки вас теперь, Григорий, волнует. Нет, меня она не волнует. Она волнует многих, некоторых, так скажем, жителей исконно российских городов, городов Золотого Кольца. Поэтому, чтобы не напрягал ни этот танец, ни «Гопак», ни «Яблочко», а надо понять вообще, а для чего начинают танцевать тот или иной танец. Фрейлокс вас не напрягает и 7-40, нет? Нет, любой танец не напрягает. Но когда он на своей огороженной территории? Вот когда он политическую окраску, ему придают политическую окраску, тогда начинает немножко напрягать. А тем более, когда за спиной там у какой-то республики есть уже полный набор суверенного государства, то есть над каждой избой там, условно говоря, флаг, герб свой, гимн и так далее. А также оружие на руках? Конечно, это все вместе, в одном арсенале находится. Мы проходили уже опыт Советского Союза, печально, и мы понимаем, чем это заканчивается. У нас на кону Российской Федерации стоит. Ахмед, очень коротко, поскольку мы уже приходим к концу передачи, шансы Амирова все-таки выйти на свободу и остаться тут сухим. Ну, или отделаться условным сроком. Я оцениваю довольно высоко. То есть, как бы эту историю спустят на тормозах, поддержат немножечко? То есть, наверное, до 2014 года дотянут, скорее всего, чтобы там не... Вполне возможно, да. А не может ли вызвать все-таки ситуацию с Амировым, такой вот очень коротко уже, совсем массовые волнения в Дагестане? Я думаю, что нет. Ну, хорошо, на это будем надеяться. Я надеюсь, что отставка Собянина, будя она произойдет, тоже не вызовет массовых каких-либо волнений в Москве. И с интересом смотрим, что у нашей власти на уме дальше. Могу, если они желают, подбросить им списочек, то, на мой взгляд, должен быть следующим. Напомню, Григорий Трофимчук был у нас в студии, первый вице-президент Центра моделирования и стратегического развития, Ахмед Ирлакапов, старший научный сотрудник Центра антропологических исследований Российской Академии Наук. И я, Игорь Витель, завтра в то же время.